Маскировка наряды патрулей неотъемлемая часть любого полевого выхода. Но больше всего танкисты ждут, когда полигоны наполнятся ревом боевых машин и грохотом пушечных выстрелов. Проверка вооружения, сдача нормативов и зачетов. После допуска подразделения приступают к стрельбе штатным снарядом. Первыми на рубеж открытия огня выходят командиры. Командиры роты и все командиры зажег, естественно, выполняют упражнения наравне с экипажем. Принцип «делай, как я» в войсках северо-западного командования отслеживается четко и выполняется. Из штатного вооружения Т-72 необходимо поразить несколько мишеней. Танк условного противника, гранатометный расчет и легкобронированный автомобиль. Боевые машины работают сразу с трех направлений. И оценка зависит в том числе от того, насколько четко сработались экипажи. Отчет, отведенных шести минут, ведется до последнего выстрела. Суть этого слаживания в том, что три танка могли действовать одновременно, выполнять команды командира взвода. Выполняли второе упражнение «Контрольный стрельб». Стреляем по подвижным и неподвижным целям, с разных окопов, постоянный танк в перемещении. Анатолий Пузенко в танковой роте немногим более месяца. Для выпускника Борисовского учебного центра это первые маневры такого масштаба. Ничего такого сложного не было. Здесь атмосфера совсем другая. Здесь, как вы на самом деле выразились, боевое крещение. Мне это интересно, поэтому для меня не сложно. Я получаю удовольствие. Все мишени поражены, оценки выставлены. Каждый военнослужащий, получившись за упражнение «отлично», сразу после полевого выхода, отправляется в трехсуточное увольнение. Как говорит командование, с такими оценками есть, что дома рассказать. Иван Михайлов, Леонид Бартенев, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро». Продолжение следует...